Какой прекрасный звук! Доброе утро! Женя сходил, с утра мясо свеженького купил, маринует. А я там яйца сварила, Микки мясо доваривается. Ну, оно уже практически сварилось, я уже и даже отрезала, она ела. Поела говядинку, с утра варила. А мясо ты ошейчик брал, да? По чему ошейек? 260. 260 гривен ошейек, и Микки мясо он брал. Подаражал еще. А говядина 325, да? Говядина. Разно 329. Ну, ты брал лопатку. Не, подожди, 329. 300, а вот, 385, по-моему, 360. Ой, что-то ты запутался. Там три вида его было. Там была лопатка, окорок и ошейек. И вот у каждого разная цена. Лопатка 329. Ты лопатку брал, да? Да. Ну, я глянул, что красиво. Я спросил, это лопатка. Ну, давай, нашла лопатку. Ну, это Микки лопатку, а это мясо свинина ошейчик. А, ну да. Сейчас картошечки сварю, поставлю тоже. Я нарезала такую нарезочку. Сейчас кофейку попьем с утра. Кофеечек. Вчера вечером ела ночью уже абрикосы. Какие вкусные, такие сладкие. Микки съела тоже. Как села возле меня и просит, и просит. Ну, можно сказать, одну абрикосинку она съела. Представляете? Я так переживала, чтобы ей плохо не было ночью. Ну, нормально. И она сидит и просит, и так ест. Я говорю, ты как поросеночек. Чав-чав-чав. А я что сонная. Не могу проснуться. Я вчера долго не могла уснуть. Я уже время смотрела, было полчетвертого. Так мы легли пораньше, наверное, полтретьего. Пораньше, полтретьего. Я не могу уснуть, и все. И крутилось, и вертелось, и все. И сегодня во сколько? Полдесятого встала. Так. Сварила картошечки. Молоденькой картошечки. И сделала заправочку. Сливочное масло с чесноком хорошо. Масло растопить, туда чеснок. И укропчик добавить. Такая будет заправка у нас. Вкуснейшая. Ой, красотенькая. Сейчас аромат будет. Чеснок, сливочное масло, укропчик. Класс. Все, я закрываю все фольгой, чтобы картошка не остыла и была горяченькая. Сейчас я ее замотаю. У нас такое будет овощи, картошечка и мясо. Достаточно. Мы уже вышли, идем. Смотри, да, урожай в этом году какой абрикос. Мне вчера Женя приносил. Очень вкусные. Прям вообще. Лень, абрикос. Как грязи под ногами, да? Ешь не хочу. Но он какой-то нет урвал вчера. И вот еще зеленая. Да, наверное, вот эту вот. Да, вот эта крупнее. О, абрикоска. Да, надо тут еще на варенье насобирать. А ну, посмотри, там лучше в траве где-то. Не? Плохие, да? Наверху он красивые. Мужчинка музыку включил, нам тут мешает. Вообще, да? Залеплено все. О, сколько абрикосок. Мы шашлычок уже пожарили, хлебушек пожарили. Огурчики, помидорчики, зеленушка. И тут яйца дома сделала. Моя зерочка. Что моя зерочка пришла? Зерочка. Ты там так играешь хорошо, да? На свет. Мужчинка моя такая за возрастом. Тоже с патрулями. Надо и Камилке какие-то патрули купить. Класс. Идешь. 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 Гуляет мелками. Место песочка донбасский чернозем, да? Ну, ничего, покупает мама, покупает. Все хорошо. Ну, а что, чем ребенку еще заниматься? Давай. Молодец, желтенькая. Давай, солнышко рисуй. Вот умничка, рисуй. Класс. Да, и лучики давай, лучики. Так, давай теперь еще вишенку, да, поищем? Да. Нашла? Видишь, как у нас хорошо? Давай, Анеллочка. Вишенки. Видишь, как хорошо на Донбассе ходишь? Там абрикос, там вишенка растет. Тут орех растет. Хорошо, да? Видишь, как с пылечкой в рот. По-нашему, да? Она вытерла и съела. Выплеваю косточку. Нам потом напишут, да, в комментариях. Ребенок с пылью ест. Она вытирает. Ищи. Ого! Где? Вот там? Ты, Оля, снималась в последний раз видео, когда ты была беременная. У Эллы на дне рождения. Да, да, да. Вкусненько. Не кисленько. Так, у нас новый день. И мне хочется, ребятки, мороженое. Я говорю, София, я хочу мороженое. Она какое? Я говорю, самое обычное. Вот такое мороженое. Любите? Стакан Великан морозового пломбер. Не знаю, почем. Она может по 30. Сейчас спрошу. Женя ходил, покупал. Я говорю, мне два. Хочу сразу два мороженого съесть. Ну, это так. Сейчас я хочу. А может, я осилю только одно мороженое. Мы вчера хорошо посидели. Малая такая хорошенькая. Я говорю, ну, этот... Я говорю, Оля, таких детей можно и двое, и трое. Она говорит, да, она тоже и капризничает. Я говорю, это не Камилка наша. А Нелла такая, более спокойная. Она чуть-чуть, чуть-чуть младше этой Камилочки. Тоже одного года они, девчонки. Такая спокойная девочка. Уляла вчера себе там в песочке. Типа в песочке. Ну, а что, у ребенка уж чем-то заниматься. Нормально. Хорошо посидели, пообщались. Так, мороженое спросила уже не 36 гривен на одно мороженое стоит. Интересно, сколько оно в АТБ стоит. Может, тоже так и стоит. Так, мороженое понаедалось все. А я заливала орхидейки, оставляла, пополивала их. Так, теперь надо листики помыть. Листики, листики попротирать. Вот это так цветет. Оранженькая и розовенькая цветет. Сколько еще? Бутончик. Белая с розовым. Говорю, розовая на розовое. Смотрю, говорю, розовое цветет. Откроется веточка. Попривала тут листики желтенькие уже. Пожелтели и отсвели. Я вот так напополам разрываю. Потом раз так и снимаю. Но мне не понравилось вокруг листа вот это вот. Видите, как темно. Это не очень хорошо. Это именно вот тут на этой орхидее. Вот тут темненькое что-то. Не очень мне нравится. Сейчас все знаете, чем запшикаю? Перекисью. Перекисью пшикаю, девочки. Из инфекции такое сделаю. Беру обычную. Перекись. Прямо туда. София. Она закончилась. Да другой. Ладно, хватит. Все. Чуть-чуть. Ну, как если там какие-то будут. Плохие. Ну, все должно убить. Плохое. Потому что не должен быть листик вот такой вот. Это плохо, когда вот такое черное. И это шейка вот эта должна быть чистенькая. Вот, например, вот тут такого нет. Только видите. Грязненький. Сейчас буду вытирать. Я набрала очищенную воду. Другой нельзя. Если обычный протираешь водой, потом вот этот весь налет остается на листиках. Ладно, буду ее протирать. С той, с той стороны, той, одной рукой неудобно. Жарко им. Жарко. С этой орхидейки срезала только что одну ветку. Она уже сухая была. И она мне еще с почки выпустила. Видите, как будет еще одна веточка. А вот этот вот... Сейчас включу фонарь. Она не сильно так и видно. Она против света. Вот это вот надо тоже поснимать. Вот эти все сухие чешуйки. И вот эта маленькая детка выросла. Но у нее нет корешков. Еще пока пусть сидит. В общем, буду ждать. Надо такой, как пинцетик какой-то поддевать, чтобы корни не вот так разрывать. Вот видите, прям это все надо снять. Вот это что черное. Ну, это я так посмотрела. Это не страшно, нормально. В общем, порядки понаводила. Так орхидейками позанималась. Видите, такая ветка. Но она уже сухая. С нее уже не будет ничего. Только стоит силы своей на нее тратит. Она еще такая была как... Не сильно сухая. Но потом сухую очень тяжело обрезать. И вот эти пенечки вообще невозможно потом обломить. Так что, пусть растут и радуют. Мои такие девочки-красавицы. Все, девочки-мальчики. Всем пока-пока. Пока-пока.